Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление, говорим, куда инвестировать в эти непростые времена. Если честно, мне уже немножко поднадоела фраза, связанная с тем, куда инвестируем в эти непростые времена, и хотелось бы надеяться на то, что эти времена будут уходить, но, как мы видим, они становятся все более и более напряженные. И здесь получается, что я говорил уже об этой истории, да, что как устроена у нас нейрофизиология, что у человека есть три типа мозга, это мозг рептилия, мозг векопитающего и неокортекс. Соответственно, в ситуации, когда происходят неожиданные, опасные события, в первую очередь реагирует мозг рептилия, надо или куда-нибудь убежать, скрыться, эмигрировать, диверсифицировать, уйти в какие-то стабильные, надежные валюты, активы, золота, драгоценные металлы, или атаковать, да, то есть что-то там, какую-то правоту отстаивать. Но в большинстве своем мы стремимся к безопасности. При этом в этот же самый момент, в ситуации, когда люди стремятся к безопасности, то они принимают очень иррациональные решения. И эти иррациональные решения приводят к тому, что они могут выходить из хороших, качественных активов по очень низкой цене. И здесь очень важно соблюсти вот этот вот баланс. Баланс того, что страшно, да, страшно, но и возможности появляются. И я стараюсь эти возможности использовать, мыслить параметрами последствий первого, второго, третьего порядка. И в сегодняшнем видео я хотел бы продолжить тему, связанную с ситуацией возгорания Ближнего Востока. К чему, в конечном счете, это может привести и с высокой вероятностью непосредственно к этому приведет. И в какой-то степени люди, кто давно смотрят мой канал, могут услышать или увидеть, что я повторяюсь. Но то, о чем я сегодня хотел бы рассказать, я говорил еще 10 месяцев назад. То есть вы можете посмотреть, провести больше времени на канале, посмотреть видео, которые выходили 10 месяцев назад, 12 месяцев назад, год назад. Когда я как раз таки говорил о последствиях второго, третьего порядка и говорил о том, что развивается, допустим, северный морской путь. Какой-то неочевидный, непонятный движ происходит. И непонятно, что же такое происходит. То есть почему вдруг Россия начала вкладывать очень много в расширение северного морского пути, в увеличение пропускной способности этого пути, построение судов ледового класса, строительство новых ледоколов. К тому, чтобы навигация по этому каналу была более длительная по времени. То есть что происходит, то есть и как последствия того, что происходит, казалось бы, то есть где северный морской путь и где у нас Израиль с Палестины. То есть, ребят, какая связь, кому он. Но давайте я все-таки в этом видео поделюсь, какую я лично в этом усматриваю связь и на что лично я делаю ставки. Какие-то ставки я сделал уже очень давно. Одна из таких ставок, соответственно, была сделана еще в 2018-2019 годах в портфеле для моих детей, когда я покупал акции, допустим, ДВМП. Сегодня тоже об этой истории поговорим. Почему она играет совершенно другими красками в свете тех событий, которые происходят в настоящий момент на Ближнем Востоке. Смотрите данное видео до конца, если вы хотите быть на стороне людей, более далеко мыслящих, более длинными горизонтами с целью зарабатывать гораздо более высокую норму доходности, нежели чем основная толпа будет пытаться хватать доллары сейчас или драгоценные металлы. Итак, поехали. Смотрите, друзья, вот сейчас вы на карте видите, по сути, логистику международных контейнерных перевозок. То есть, каким образом осуществляется поставка в первую очередь азиатского региона в Европу, Америку и из Азии. То есть, каким образом осуществляются поставки. Если мы посмотрим на вот эту вот карту, мы увидим два основных потока. То есть, первый поток, основной, вернее, один из потоков, он идет с азиатского региона. То есть, вот есть концентрация определенная в Индонезии, есть концентрация непосредственно в Китае. И вот оно пошло направление, то есть часть напрямую через Тихий океан идет в Америку, то есть на западное побережье Америки. И второе направление опять-таки через Азию, через Индонезию, вот этот вот основной логистический путь, даже с Японией в том числе, то есть каким образом у нас везлись автомобили всегда импортные с Японии, они соответственно по этому морскому пути классическому, то есть через Индонезию, Индокитай, Суэцкий канал, очень плотный такой трафик по Суэцкому каналу, Средиземное море, Гибралтар, и уходят в порты Нотр-Дама, Амстердама и Котки, допустим, в Котку, например, приходили всегда азиатские автомобили, которые поставлялись непосредственно в Россию, хотя казалось бы, ну что, вот сюда перебрось и все. Нет, вот основной морской путь. Почему? Потому что большое количество операторов, большое число контейнеров, большое число перевозок, основная логистика того, то есть Азия для мира является фабрикой, ну то есть последние 20 лет эта фабрика. Основные вещи, которые нужно поддержать и можно поддержать в руках, начиная от зажигалок, ручек, ложек, заканчивая даже кораблями, они строились на верфях Южной Кореи, Японии и Китая, то есть в Азии сконцентрировано основное производство материальных вещей и средств производства, кстати, в том числе. И поэтому, получается, основной логистический путь идет именно вот здесь, да, то есть основные поставки, они идут через Суэцкий канал, Средиземное море. Что у нас происходит в ситуации, когда вспыхивает этот восток, да, потому что я хотел бы показать, следующий слайд это, соответственно, два пути. То есть вот первый путь, который мы сейчас видели на предыдущем слайде, это путь следования товаров из Азии, из Китая, опять же, вот через Таиланд, Индонезию, Индию, Суэцкий канал и через Средиземное море, Гибралтар, непосредственно в Европу. Второй путь, который там в полтора раза меньше, это Северный морской путь. И здесь получается, почему не использовать Северный морской путь, опять же, основная причина, это ледовая обстановка, это вопросы страхования грузов. Несмотря на то, что путь в полтора раза короче, и издержки можно в полтора раза снизить просто логистически на доставку, из-за того, что стоимость страховки груза достаточно высокая, потому что ледовая обстановка и риск потери достаточно велик, страхование груза обходится дорого. И получается, что страхование дороже, чем издержки, допустим, на транспорт, на логистику, которая идет по обычному морскому пути, где нет этих рисков. Что же происходит сейчас, если мы на эту карту будем смотреть? То вот этот Синайский полуостров, то есть Суэцкий канал, который принадлежит Египту формально, это находится, вспыхивает весь регион, по сути, кроме Королевства Саудовской Аравии, которая пока что еще не привыкнула к кому бы то ни было. И здесь получается, что если этот регион вспыхивает, а что значит вспыхивает? Это ведутся боевые действия, атаки какие-то террористические на инфраструктуру, транспортную инфраструктуру, инфраструктуру по добыче нефти и газа. Сами страны, которые поддерживают мусульман, палестинцев, могут, в принципе, провести какие-то недружественные решения, как это было в 70-х годах. Но сейчас этого касаться не хочу, вот в этом видео мы как раз подробно про это говорили, что обострение ситуации повлияет на цены на энергоресурсы, но, помимо всего прочего, еще может значительно повлиять на транспортировку. И если посмотреть, каким образом действуют Соединенные Штаты Америки, которые направили в данный регион две авианосные группы, опять-таки они говорят, что Израиль мы поддерживать не будем, Израиль и сам справится, тогда возникает вопрос, а вы авианосцы зачем сюда ведете? Потому что нахождение двух авианосных группировок, они будут стабилизировать, чтобы там что-то где-то, вот в этих логистических путях не было какого-либо конфликта. Но, опять-таки, это действия сложноуправляемые, сложноконтролируемые. Технологии, которые мы наблюдаем у того же самого Ирана в качестве беспилотных летательных аппаратов или барражирующих летательных аппаратов, которые Россия в том числе использует, то есть могут наноситься удары по транспортной инфраструктуре, по нефтегазовой инфраструктуре могут наноситься. И поэтому мы, опять-таки, опосредованно какие-то новости видим. Напрямую мы привязать, вроде бы, к конфликту это не можем. Но, если посмотреть чуть-чуть подальше, то есть, а куда идет вопрос? То есть, если здесь начнутся какие-то проблемы с инфраструктурой того же самого Суэцкого канала, и будут нападать на транспорт и просто атаковать, атаковать любой какой-нибудь контейнеровоз. Атакуют 1-2 контейнеровоза, в этом случае стоимость страховки по этому каналу просто вылетит в космос. То есть, как вы думаете, как будут страховые компании в этом случае относиться? И здесь мы понимаем, что Россия становится неким таким альтернативным поставщиком. И расширение пропускной способности Северного морского пути, как раз-таки, теперь становится более или менее понятно, почему это происходит. Поэтому, вот, первое, это морские, морская логистика, морские перевозки контейнерные. В этом свете, да, то есть, что делать? Кто от этого выигрывает? Что в этом случае имеет смысл использовать? Но, опять же, я говорил, что есть акции, такие как ДВМП. Опять же, многие говорят, что, когда смотрят на то, какую доходность обеспечили акции, компания «Феско», да, дальневосточное морское пароходство, оно, по сути, становится неким логистическим хабом для Северного морского пути. Одна из немногих публичных компаний, которые торгуются. Неизвестно, будет ли она по-прежнему публичная, но, опять-таки, в портфеле у моих детей она присутствует, обеспечив более 1100% доходности на вложенный капитал. Каждому из моих пятерых детей, которым я формирую портфель, в размере миллион долларов за 8 долларов в день. Если хотите более подробно узнать, что это за проект, как он родился, какие результаты, зачем я это делаю, ссылка в описании по данным видео. Проходите, смотрите абсолютно бесплатный 2-часовой мастер-класс, где я рассказываю о том, как я это непосредственно делаю. Если вы хотите, вы тоже можете присоединиться, следовать за мной. Ну, а мы продолжаем. То есть, мы сейчас затронули вопрос морской логистики, морских издержек. И здесь, как я вижу, не факт, что это произойдет, но есть высокая вероятность, что фактически вот здесь вот будет напряженность. Соответственно, стоимость страхования значительно увеличится, и стоимость транзита также увеличится в Европу. Могут использовать северный морской путь. В этом же ключе по-другому начинает играть история, связанная с тем, что кто-то вот смеялся, хотим построить мост на Сахалин, да, прям в море. Хотим построить мост на Сахалин. Я тоже в свое время это смеялся, пока не пообщался с людьми, которые понимают, про что идет речь. И они говорят, что если будет построен мост на Сахалин, то это получается замкнутая логистика. От Сахалина до Японии тоже можно просто выросить мост. Или под взаимный тоннель, прорыди, да. И здесь получается, что, опять же, переброска транспортных грузов там с Японии, Азии, в России. Причем весь путь, абсолютно весь путь, он проходит по территории России, по внутренним коммуникациям. То есть здесь никого нет. И, опять же, я там общался в свое время с ребятами, которые делали экспедицию на Чукотку, которые, в принципе, рассказали, что там видно, что все прибрежные территории, военно-морские базы, пограничные службы, да, они возрождаются, они строятся, ремонтируются военные городки, соответственно, гарнизон там пополняется. Это про морскую логистику. Второе. В этом же самом ключе еще важным становится транспортная логистика наземная. Опять же, если посмотреть, что происходит, у нас происходят значительные инвестиции в расширение транспортной инфраструктуры Транссиба БАМа, увеличивают количество путей, увеличивают объем пропускной способности. Опять же, причиной было, с одной стороны, что у нас идет затоваренность, потому что, когда были наложены санкции в отношении российских экспортеров, в первую очередь угля, в Европу, они перенаправили эти потоки в Азию. Перенаправление значительных потоков в Азию привело к тому, что путь непосредственно забился. Опять же, контейнерные перевозки, расширение Транссиба. На ком и на чем зарабатывать в этом контексте, с учетом того, что мы должны смотреть на какие-то публичные компании. Опять же, неочевидная история. Компанию, которую я включаю в портфель, в инвестиционный портфель, давно включаю, сейчас продолжаю включать, это акция компании Мечел. Можете слышали об этой компании, у нее высокая долговая нагрузка, кредитная нагрузка, но если вы посмотрите на то, каким образом ведут себя акции в последние 2-3 недели, вы увидите, что компания, несмотря на то, что у нее высокая нагрузка в долларах, очень серьезно ее стоимость увеличивается на рынке. Почему? Потому что Мечел, один из двух крупнейших производителей в России, длинных рельс 100 метровых, технологии позволяют делать 100 метровые рельсы, которые позволяют значительно увеличивать, уменьшать, вернее, количество стыков между рельсами, расширяя транспортную инфраструктуру. И поэтому это получается неочевидная история, но при этом мы видим, что какие-то умные деньги, которые понимают темпы развития восточного направления, логистики, которая непосредственно на восток ведется, они туда начинают заходить и постепенно увеличивать размер покупок. Поэтому с позиции развития логистики в России посмотрите на производителей рельсов, посмотрите на производителей тех же самых полувагонов публичных, которые присутствуют. Просто в каких-то вещах начинают разгон делать, у нас тоже сейчас пытаются по принципу реддита какие-то компании разгонять. Смотрите на фундаментальную стоимость, потому что здесь есть полувагон, а здесь есть контейнеры, которые непосредственно строятся. И это вопрос связанный с логистикой, то есть что здесь развивается. Поэтому я вот сегодня хотел бы закончить свои такие большие рассуждения последствиями второго, третьего порядка, о которых мало кто говорит. Я вообще еще не видел, чтобы за все время обычно меня обвиняют, что я в самом конце что-нибудь говорю, когда все уже сказано. Я стараюсь все-таки дать паузу себе, дать паузу своему мозгу и просто подумать неокортексом, а вот что же такое происходит, каким последствиям это может привести. Потому что, ну как я уже в начале ролика рассказал, каким образом он устроен, наш мозг, неокортекс сразу включается там только на третьи сутки. Поэтому вот осознание приводит к таким гипотезам и эти гипотезы на самом деле они выражаются в чистых финансовых результатах лично по моему инвестиционному портфелю, по инвестиционным портфелям моих детей. Я вам предлагаю тоже быть подписанными на канал, слушать такие умозаключения, выводы и самому развивать свое собственное инвесторское мышление. Сегодня у меня на этом все. Если понравилось видео и знаете или хотите его чем-либо дополнить, комментарии приветствуются. Буду очень рад, если это будут конструктивные комментарии и помимо двух названных историй вы накидаете в наше сообщество, чтобы люди тоже читали комментарии, какие-то новые интересные истории на основе того, что было сказано. У меня сегодня на этом все. На связи был Максим Петров. Пока-пока.